Весной прошлого года наш телеканал рассказывал о массовых случаях нелицензированных работ по установке газового оборудования, которые чуть было не обернулись бедой. Некие граждане, представляясь сотрудниками газораспределительной компании, убеждали тверичан приобретать бытовое газовое оборудование с последующей установкой. Напомним, что тогда мы сняли сюжет про пожилую тверичанку, которая, поддавшись уговорам, купила газовый счетчик. Однако прибор был установлен некачественно, что чуть не привело к взрыву. И вот теперь бабушке удалось добиться денежной компенсации. Галина Филиппова помнит этот день, как будто было все вчера. В дверь позвонили, и едва она успела открыть, вошли несколько молодых человек. Одна из них попросила таблетку от головной боли, а остальные тоже стали уговаривать женщину установить прибор по учету газа. Они такие настойчивые, такие нахальные, они даже как гипнозом обладают. Уж я на что сильная женщина, и то меня обманули, вошли сюда и вот поставили мне этот счетчик. Счетчик обошелся ей в 6 тысяч рублей. А некоторое время спустя выяснилось, что смонтирован он с браком и пропускает газ. Женщина тут же набрала 0,4. После приезда специалистов выяснилось, что прибор установили люди, не имевшие соответствующего договора на проведение таких работ с хозяйкой квартиры. Галине Филипповой в итоге счетчик заменили на новый, качественный. Однако она это дело решила просто так не оставлять и обратилась в прокуратуру. Суд подтвердил правоту Тверичанки и постановил взыскать штраф с недобросовестных установщиков. 18 апреля деньги были перечислены. Мне заплатили за счетчик 6 тысяч, 3 тысячи моральный ущерб и 4,5 тысячи управлению, распределению. Тем временем в компании газораспределения Тверь отмечают, что подобные случаи продолжают фиксироваться. Причем в области действуют не только местные бригады, но и заезжие гастролеры из соседних регионов. Поэтому граждан просят быть бдительными и при визите любых газовиков проверять легальность их работы по телефону 04 или 104.